Услуг дополнительного образования в Наринмаре стало больше. Центр всестороннего развития Полиглот получил лицензию на образовательную деятельность. Теперь, кроме преподавания иностранных языков, сотрудники Центра могут начать подготовку выпускников к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по различным предметам. За успехами предпринимателей по совместительству преподавателя студии Полиглот Натальи Сафоновой наблюдает Департамент финансов и экономики совместно с Фондом поддержки предпринимательства. В декабре прошлого года Наталья Сафонова получила окружной грант на развитие собственного образовательного проекта. В гостях у Полиглота побывала наша съемочная группа. Внутренний интерьер студии не даст ошибиться. Здесь изучают иностранные языки – английский, немецкий, французский и китайский. Свои двери для желающих постичь заморскую речь Полиглот открыл в августе прошлого года. Первый опыт дал хорошие плоды. За первый год обучения в Центре прошли порядка 70 человек. Среди них более 20 малышей. Сейчас все ученики на каникулах. Педагоги ждут их на занятия в сентябре. Да, они продолжат обучение и перейдут на новый уровень. То есть были дошколята, перейдут на уровень первого класса. Изучали, вот у нас в ступени там А и Б идет, да, или даже стата, то будут на другой уровень переходить. На месте мы не топчемся, мы растем и развиваемся. Вместе со своими учениками растет и развивается сама студия. Сегодня Полиглот – это не только изучение иностранных языков, а Центры всестороннего развития. Наталья Сафонова делится радостью. В начале августа получена лицензия на образовательную деятельность. Первое, что она нам дает – это, во-первых, уверенно стоять на ногах. Теперь мы законно существуем и радуемся этому. Второй пункт, конечно, это право выдавать сертификаты по окончанию обучения, потому что каждый из нас хочет получить какую-то бумажечку о том, что он старался и закончил успешно обучение. Дальше есть такой момент, очень важный, мне кажется, для потребителей наших услуг. Это налоговые льготы. То есть они смогут вернуть какую-то часть от оплаченной услуги. Кроме того, лицензия на образовательную деятельность дает Центру Полиглот право на расширение сферы услуг. Теперь, кроме преподавания иностранных языков, сотрудники Центра могут начать подготовку выпускников к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по иностранному и русскому языкам, математике и химии. Для малышей от трех до шести лет появится кружок творческого развития по системе Монте-Сори. Для детей любого возраста – кружок «Английский театр». В планах Натальи также организовать занимательную продленку для начальной школы. Расширение сферы услуг неизбежно приведет к расширению штата сотрудников. К преподаванию привлекут опытных и надежных педагогов. К слову, и сама хозяйка студии Наталья Сафонова – педагог иностранного языка в первой школе. Организовать свое дело индивидуальному предпринимателю, кроме собственных средств, помог окружной грант. Средства направили на оснащение студии. «Приобрели растущие парты. Еще у нас две парты в пути. То есть мы можем менять и корректировать подрост. Приобрели замечательную интерактивную доску, без которой жить не можем и никак не нарадуемся». Успехами Натальи Сафоновой, получателя окружного гранта, представители департамента и фонда остались довольны. На встрече с представителями окружного ведомства обсудили и проблемные вопросы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели. Татьяна Лагвиненко напомнила о поручении главы региона Игоря Кошина о перенаправлении госзадания от государственных и муниципальных учреждений к предпринимателям и некоммерческим организациям. Этот вопрос проработают совместно с Департаментом образования округа.